Доброго дня, с вами Ксен, а это третий выпуск рубрики проверка нейросетей. Я спросила у себя в группе ВК, какие нейросети проверить следующими, и сегодня мы снова рассматриваем отечественную нейросеть. В прошлом выпуске это была нейросеть от Сбера, в этот раз от Яндекса. Встречаем, шедевр! Заходим на сайт, но чтобы начать, нужна регистрация, ладно. Быстрый вход через гугл не работает нормально, спасибо. Да после того, как я вошла в аккаунт, оказалось, что на сайте все равно нельзя генерировать, и надо скачать приложение на телефон. Ладно, скачали, пошли в аккаунт. Шедевром сразу предлагает нам сделать елочную игрушку, по-моему это мило. Давайте попробуем сделать меня. Кстати, недавно я делала такую игрушку для втуберской елки, но делала я ее в Пиксай. Стейбл Кефьюжн. Какой такой вариант вам нравится больше? По-моему, оба довольно интересные. Теперь попробуем изображение по описанию. Пускай это будет котик в шляпе, который бежит. Это отсылка к нашим прошлым видео. Генерирует нам 4 варианта, но открыть и посмотреть поближе, чтобы выбрать, не получится. Надо выбрать изображение, которое мы будем публиковать. Далее идет этап улучшения качества. Хорошо, ждем еще секунд 30. Можно проверить. Да, у котика ухо из попы растет и нет одной лапы, но в целом получилось очень миленько, на мой взгляд. Хорошо, теперь попробуем с типичным запросом под аниме стиль. Аниме это часто проблема для новых нейросеток, если они не создавались исключительно вот этот формат, как когда-то новый AI. Так, ну, цвет глаз и волос совпадает. Стиль, ну, с натяжкой. Рога не особо. Попробуем улучшить качество у одной из них, чтобы рассмотреть поближе. Ну, в целом, я могу сказать, что это лучше, чем Миджорни на старте. Сейчас, конечно, спасибо за Ниджи, который нас спасает. Но в целом, есть куда расти. Хорошо, сделаем запрос, который отлично работает в подобных нейросетках. Мои вкусы специфичны, ты не поймешь. На всех вариантах он выглядит, как Илон Маск с Алиэкспресс. Посмотрим, улучшит ли это повышение качества. Ну, это, блин, нет, 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 нет. Ладно, не буду душнить, вспомним, как выглядели лица у Миджорни на старте. Видны те же самые проблемы. Поэтому, скорее всего, версии через пять они это поправят. О, попробуем другой запрос, с которым Миджорни все еще не справляется нормально. Ну, так сказать. Тестим по харду. Это разделение персонажей и их характеристик. Девушка короткие черные волосы, парень белые длинные. Собственно, вот то, о чем я говорила. Короткие волосы у девушки только на первой картинке, но цвет не совпадает. На остальных у обоих длинные. Но в двух из четырех вариантов не перепутан цвет волос. Поэтому можно считать это уже успехом. На самом деле, в подобных нейросетях всегда очень не хватает разделений, веса, промп, там, поз и прочих прекрасных вещей, которые можно найти в стейпл дифьюжн. Пришла проверить, видно ли на версии с компьютера все мои генерации, как у Миджорни или только те, что я опубликовала. К сожалению, только те, что уже были опубликованы. Мой вердикт. Если бы я тестировала нейросеть год назад, я бы сказала, что она классная. Но за этот год нас так разбаловали классными технологиями, новыми версиями, что теперь это кажется довольно простеньким. Пожелаем шедевруму такого же быстрого и классного роста, как у Миджорни, а функционал, как у стейпл дифьюжн. Будем следить за обновлениями. Спасибо, что были с нами. И пишите в комментариях, какие нейросети вы бы хотели, чтобы я проверяла в следующем выпуске. Ссылки на все нейросети, что я упоминаю, вы можете найти в описании ролика. И отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня и выход новых роликов на бусте. Всем пока и до новых встреч!